Основной мой месседж будет про то, каким образом, если у вас есть энергия, если у вас есть силы, интерес и страсть, вы можете сильно изменить ту реальность, в том числе городскую, которая вокруг вас существует. Поэтому основная для меня целевая аудитория, это, конечно же, дизайнеры и та креативная часть молодежи в Перми, которые должны были много чего интересного для себя подчеркнуть на этом форуме. Но если кому-то еще это будет интересно, you are welcome. И хотел бы сказать, что в Перми мне вообще очень приятно и интересно бывать. И вот вчера в 2 часа ночи, прибывая в этом же ровно зале, видя, как здесь внизу танцуют юноши и девушки, вот на этих трибунах стоят полуголые женщины и, так сказать, вдохновляют публику. Я подумал, что действительно это очень здорово, когда в таких обстоятельствах проходят конференции, когда ночью идет такая одна движуха, а днем идет другая. И вдохновленный вот этой интерактивности, я подумал, что мне тоже надо к выступлению получше подготовиться. И я вот там вот внизу подрезал 2 плаката. Причем я подрезал в буквальном смысле этого слова, мне барменша Ульяна дала нож, и я их просто срезал. Вот, вот первый плакат, он вот такой, вот, на нем изображен забор, который находится в Перми прямо напротив гостиницы Урал, где мне выпала честь проживать. И почему я решил этот плакат подрезать? Дело в том, что на нем изображена вот эта вот штуковина, которая является и называется прялкой, которая происходит родом из моей коллекции, потому что у меня в коллекции этих прялок 1200 штук. И вот, как я сейчас теперь понимаю, это одна из самых крупных коллекций прялок в мире, потому что меня на этом рынке обгоняет императорская коллекция русского музея, у них их 2500, но зато я обгоняю исторические музеи, у которых 800. И я очень рад тому, что здесь в Перми предметы с моей коллекции начали как бы оживать в пределах городского пространства. И вот здесь, на этом плакате мы показываем, как, собственно говоря, был придуман этот забор, потому что организаторы этого дизайнерского проекта сказали, что нужно возбудиться темой космоса. А вот эта вот розетка круглая, солярная, она, собственно говоря, и есть старое языческое изображение Солнца. А дальше дизайнеры придумали на основе этой солярной розетки много планет, устроили вот из нее такой забор, и уже дальше там, нацепив на себя все герекерские шапки, перекрасили горы. И, собственно говоря, это та отправная точка, с которой я бы хотел начать. А следующий плакат, он выглядит вот так. Вот. Тут вот у нас готовится к старту космическая ракета, и это то, в чем я хотел бы завершить свое выступление, попытавшись договориться с вами о том, как можно не только города перекрашивать, но и выходить в космос, преображая окружающую нас реальность. И для того, чтобы дальше перейти к самому слайд-шоу, я бы хотел сказать о том, что одним из инструментов вот этой попытки захватить мир с помощью моих предметов для меня является фестиваль Рубрендинг, который был рожден здесь, на Пермской почве, год назад, после инновационного конвента. И он сейчас достаточно уже уверенно шагает по стране. Мы в декабре, в Сколково, планируем отпраздновать его первую годовщину. И, соответственно, я бы попытался вам рассказать про эту историю, но вначале, как мне сказали организаторы, мне нужно кое-что еще рассказать о себе. Я вот, как предыдущий докладчик, тоже пользуюсь Фейсбуком, и когда готовился к выступлению, с удивлением на себя обнаружил, что я уже два года выставляю себя в публичное пространство с фотокарточкой, где сзади, видите, много прялок. Это вот, ну, я как-то машинально ее туда поставил, только вчера это осознал. При этом у меня, в принципе, есть другая жизнь, то есть я вот преподаю в Сколково, тут вот новости о том, что я день работника газовой и нефтяной промышленности отпраздновал на производстве в Волгограде. Вот, то есть прялки для меня это как бы хобби. И я очень благодарен своей жене Ксении за то, что она позволяет мне этим хобби заниматься, поддерживает меня в этой работе и в этой страсти. И на самом деле я, в принципе, совершенно нормальный человек, но вот просто так случилось, что я заболел прялками. Как на самом деле это случилось? Вообще вся эта болезнь началась в 2005 году. Я до Сколково был заместителем генерального директора акционерного общества «Северсталь», такого не очень известного олигарха Мородашова Алексея Саныча. И по долгу службы вынужден был бывать достаточно много в командировках на Русском Севере, в базовом для нас Вологодском регионе, где располагается Череповецкий международный комбинат. У нас также были шахты в Рокуте, в Республике Коми, на северо-западе России. И в одну из таких поездок мы, выйдя из музея с Ксюшей, где увидели вот эти удивительные музейные предметы, в соседнем антикварном магазине поняли, что можно покупать совершенно музейного качества вещи, ну, сравнительно недорого, за там 800-1000 рублей, что намного дешевле, чем если делать эти вещи заново. И мы у этого дилера заказали первую дюжину этих предметов, он нам их привез в Москву, мы быстро все это раздарили друзьям, в следующий раз он нам привез этих вещей уже 50 штук, мы говорим, Семен Семенович, нам 50 штук не надо. Он говорит, слушайте, нам по цене дюжину отдам, берите. В общем, мы там с ним поторговались, купили дюжину, купили 50, и вот после этого с нами случился первый вот этот вот со мной, по крайней мере, такой толчок, когда ты начинаешь понимать красоту вот этих вот росписей, сопоставляя их друг с другом, и самое ценное для меня в этих росписях, это, то есть самое ценное в моих предметах, это не сами деревяшки, мне все равно, это прялки, у меня кроме прялок еще 200 сундуков, сейчас уже 200 еще дверей, и я завидую тем, кто собирает марки, потому что, честно вам скажу, менять двери местами гораздо сложнее. Вот, у нас есть расписные грабли, конские дуги, но главное, на чем мы сфокусированы, это на забытых росписях, потому что до русского севера у нас не дошло ни монголо-татарское иго, ни крепостное право, и наука в значительной степени туда не дошла, поэтому мы все с вами знаем там, например, ту же хохламу, и помним многие там стульчики из детского сада, которые были хохламой раскрашены, потому что вот советская пропагандистская машина решила, что вот это вот и есть наше народное искусство. А на севере, как, впрочем, кстати, и в Перми, остались совершенно фантастические эти росписи, когда просто никто не занимался, они умерли и про них забыли. Ну вот в нашей коллекции мы отличаем таких росписей порядка 30 штук, и вот здесь вот я показываю северодвинскую роспись, совершенно уникальную и прекрасную, по которой до сих пор не существует ни одного научного издания. Вот книга про мою частную коллекцию, это был первый труд, где она впервые опубликована, и я считаю, что мы просто обязаны сохранить и дальше развивать эти росписи, и мы начали, собственно говоря, вначале просто получая удовольствие от сопоставления этих предметов для себя, покупать их и покупать их дальше, и пока я работал в Северстале, мы все это делали, ну, как бы, сами для себя. Мы ни разу нигде это не выставляли, мы все это просто вот покупали и простили. А потом случилось так, что в 2009 году я ушел из компании и в день последней своей работы в Северстале открыл в Череповце в городском музее выставку, которая для меня важнее была для того, чтобы просто попрощаться с коллегами и, как бы, налить там рюмку шампанского. Приехал Мордашов меня тоже поздравить с завершением трудовой вахты и сказать, что бывших металлургов не бывает, вот, но главное мне было, как бы, попрощаться с коллегами, и параллельно мы сделали выставку и сделали каталог. И когда потом я разнес этот каталог по музеям, выяснилось, что у меня сложилась достаточно большая коллекция, и я понял, что нужно с ней что-то делать. И уже не буду больше дальше вас всем этим грузить, и расскажу об идеологии нашего дизайнерского фестиваля. Он заключается в том, что мы считаем, что вокруг нас, при том, что у нас есть вот эта вот гигантская, удивительная, подлинная русское наследие нашей с вами культуры, нас при этом окружают очень печальные пейзажи, доставшиеся нам наследство от Советского Союза, и не сильно ободренные могучим инвестиционным потоком, который так пока и не пролился на все регионы Российской Федерации. При этом мы понимаем, что, несмотря на то, что мир глобализируется, и нас часто с вами через телевизор кормят всякими разными шаблонными решениями поп-культуры разных стран, часто пришло для нас, все страны очень активно развивают свою собственную этнику. Они все на основе своих национальных мотивов строят новые здания и активно в этой теме ковыряются. И мы предложили предельно простое решение. Мы берем вот эту печальную реальность, берем наше, собственно говоря, наследие, и рождаем интересные дизайнерские проекты. Причем мне, как вдохновителю и идеологу этого фестиваля, на самом деле все равно, что будут рисовать дизайнеры. Вот эта вот молодая девушка Саша, она родом из Перми сама, она взяла рыбку с мизенской росписи, это река Мизень, которая впадает в Северный Ледовитый океан, и решила раскрасить ею яхту олигарха. И, ну, в принципе, если художник и артист так видят, почему нет? Мне, в общем, все равно. Мне главное, что мои рыбки поплыли, и я вас при этом уверяю, если международная общественность и многотиражки разных городов Лазурного берега Франции будут писать о русских олигархах не вот то, что они сейчас пишут, а то, что русские олигархы красят свои яхты как бы своими национальными узорами, мне кажется, мы как-то через это поможем, в том числе и тому, как выглядит наша страна в мире. Причем я часто от музейщиков сейчас слышу разные там гневные речи и осуждения, особенно когда, например, они видят, как вот эту красно-белую роспись извратили до зелено-фиолетового цвета и сделали из нее диван, которому, ну, типа, место вот в этом клубе. Да? Но я считаю, что это нормально, потому что если современная молодежь вот так это видит, why not? Поскольку я хотел бы не только вам про это рассказать, но и попытаться еще и новых дизайнеров к этой работе привлечь, здесь я объясняю, как именно все это работает. Вот, во-первых, сама вот эта вот пресловутая прялка, про которую я начал рассказывать, причем я специально для того, чтобы иметь возможность работать в Перми, купил здесь 10 прялок с забытой обвинской росписью. То есть я пришел в ваш музей здесь, нашел вот эту роспись, пообщался с учеными, и они мне говорят, вот у нас была обвинская роспись. Дальше дизайнер берет из этой росписи вот эту вот розеточку с цветочком, дальше мы, соответственно, ее неким образом отрисовываем, и дальше у нас с вами получается вот такая вот прекрасная сцена, которую я уже показывал Вагите Иисуфовичу Олег Первому, когда он с Колково приходил в мой музей смотреть на мои прялки, и Вагите Иисуфовичу понравилась она ему. И он сказал, что хорошая идея, давай, Алексей, там, общайся дальше с моими службами, будем как-то это внедрять. Конечно, когда мы это дальше все внедряем, мы сталкиваемся там над толстой жирной брендбуки российских корпораций, там, и кучей всяких других сложностей, поэтому мы идем дальше, и к креативе мы вот сейчас вот предлагаем вот с той же самой Тарнахской прялки, с которой раскрашен Пермский забор, другие такие вот решения для нефтяной промышленности, которые уже могут быть адаптированы под, ну, в общем, разные стильные брендбуки, но смысл заключается в том, что мы хотим остаться с нашей идеей, мы хотим разнести вот эту забытую роспись и крестьянское искусство по самым разным промышленным носителям. Мы пытаемся также работать с городской средой, про забор я уже говорил, и про попытки остановок тоже. Вот, но кроме этого, для нас еще очень важно нашу деятельность поддерживать различными событиями, тем более, что музеями секторов, в котором я работаю, для них как бы ивенты и выставки — это важная часть их работы. И, собственно говоря, первую выставку мы сделали почти уже год назад, вот с этой концепцией фестиваля, 11 декабря, в Московской школе управления Сколково, причем тогда я этот фестиваль назвал по-другому, он назывался «Крестьянское искусство на службе народного хозяйства России». То есть слово «рубрейдинг» еще я тогда не уводил, оборот, потому что мне было важно достучаться до сердец тех консервативных руководителей, от решения которых могла бы зависеть там будущая судьба фестиваля. И мы выставили в Сколково вот эту вот стену из крестьянских дверей, это часть моей коллекции. Мы открыли там детскую студию, где мы с малышами разрисовывали прялки и пытались, так сказать, молодых художников к этому привлечь. Мы сделали там первую презентацию вот этого дизайнерского фестиваля, и с тех пор мы, кстати, не меняли нашу технологию. Вот распечатка такого листа пинокартона в любом регионе, там в зависимости от его продвинутости, стоит там от 2 до 5 тысяч рублей. И дальше вот здесь вот мы взяли пеньки с моей дачи, палки за 200 рублей со строительного рынка, и в принципе, прислав по e-mail этот дизайн в любой регион России, мы можем, в общем, сравнительно дешево собрать там выставку, которую вот я неделю назад продавал в Сочи, Олимпийского комитета, и вроде у нас там сложилось. Вот, еще мы построили вот эту большую пирамиду из прялок, и мы рады и я благодарен тому, что она у нас тоже получилась. И та компания, которая управляет нашим кампусом, компания по управлению недвижимостью, она же управляет в Америке Empire State Building. И директор этой компании, увидев нашу пирамиду, говорит, Алексей, а вот эта вот пирамида, которую мы там позиционировали как новогоднюю елку, она, говорит, тоже похожа на верхушку Empire State Building. А почему, говорит, тебе ее внутрь Empire State Building тоже не поставить? Я бы считал, что вот разместить наши прялки в центре символа просто американского капитализма, да еще в какой-нибудь Новый год, был просто прекрасным. И мы сейчас готовимся вести с ними про эти переговоры. И там же мы представили вот самую большую коллекцию конских дуг в мире, которая сейчас у меня находится. И вот с этого ивента у нас получилось гигантское количество новых тем и проектов. Ну, самое смешное при этом был гэг, когда мы открыли выставку 11 декабря, а 18 декабря к нам на кампус приезжал президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, и за день до его приезда, по-моему, это было в воскресенье вечер, мне звонят чиновники Росмолодежи и говорят, вы знаете, вам нужно срочно разобрать вашу пирамиду и унести ее отсюда нафиг. И я говорю, почему, в каком смысле? Они говорят, вы знаете, она недостаточно инновационна, и президент, проходя по центральной оси своего следования, если он повернет голову направо, увидит эту пирамиду, он может счесть, что это не очень инновационная активность в центре Сколково. И я говорю, товарищи, у нас там, знаете, дизайн, мы, так сказать, возрождаем росписи, это все очень современно, они говорят, нет, мы ничего не знаем, значит, убирайте пирамиду. Вот, ну, в общем, нам как-то, слава богу, удалось ее отстоять, потому что она весит две тонны, там, перебирать ее и разбирать было бы невозможно. Вот, и после этого, когда я уже всем им там на месте объяснил, что это означает, мы сейчас даже, так сказать, уже подружились, обсуждаем какие-то совместные программы, вот, но мы, собственно говоря, после этого я понял, что нужно чуть-чуть примотнить название фестиваля, и, собственно говоря, мной с моей коллегой был придуман этот термин рубрендинг, и мы сделали выставку в штаб-квартире у Чубайса в Роснано, а потом нашу Сколковскую выставку увидел Михаил Эрнестович Куснерович, владелец компании бренда «Боско», и пригласил нас сделать выставку в ГУМе, и вот это фотокарточки уже с выставки в ГУМе. И если, например, моя выставка в Череповце, которая открывала, уходя из Северстали, на 300 тысячном городе посетила 30 тысяч человек, то в ГУМе нам дали первую линию ГУМа, примыкающую к Красной площади, по которой гиды водят все зарубежные экскурсии, показывают центры туристического маршрута. И у меня эта выставка открылась в начале майских праздников, она отстояла там до 1 июня, ее должны были закрыть, ее потом дважды продляли на две недели, и сейчас мы оцениваем, что ее посетило нас около 3 миллионов человек. И однажды я там на этой выставке встретил директора отдела дерева исторического музея, который мне сказал, Алексей, как ты можешь свои вещи вот давать так вот людям просто трогать, которые проходят мимо? Я говорю, знаете, это мои вещи, мне все равно. Если людям хочется и не хотят их трогать, ну там при этом была, конечно, охрана, но я говорю, мне важнее их показать людям и показать, как это все взаимодействует с современным дизайном, а у нас вот эти вещи там были на фоне бутиков Hermes, там, суммы Gucci, что для меня было очень важно, потому что вот здесь нарисовано, как девочка пользовалась прялкой, вот она сидела поздним зимним вечерком, а вот эта вот часть, самая красивая, расписная, была обращена к мальчикам. И когда малонаучный журнал «Татлер» писал двухполосный материал про мою коллекцию, он сделал научный вывод, что, не научный, простите, вывод, что для крестьянской девочки вот эта прялка была то же самое, что для современной девочки сумка Gucci, потому что это был самый важный аксессуар в жизни девочки, поэтому ее так красиво и расписывали. И мне было очень важно в ГУМе как раз играть на фоне вот этих мега-брендов там и показывать связь этого крестьянского искусства с современным контекстом. После летней выставки в ГУМе мы переехали в Вологодский Кремль, мы открылись там 20 июля этого года, два года спустя после того, как была моя первая выставка в Череповце, и в Вологодском Кремле я объяснял уже гораздо более важную сейчас для меня историю про то, каким образом через вот эту концепцию взаимодействия старых росписей с дизайнерами мы стали частью Олимпиады Сочи-2014. Ровно поэтому выставка в Вологодском Кремле, которая тоже продлена была уже дважды, и сейчас она еще раз продлена на месяц, называлась у нас Олимпийская Вологда. И смысл ее заключался в том, что когда мы вместе, познакомившись с Куснировичем, начали обсуждать нашу выставку, его дизайнеры как раз находились в процессе создания и дизайнирования Олимпийского одеяла для Олимпийских игр. Я вам покажу это одеяло, оно собой представляет лоскуты, которых 16 штук, и до моего туда прихода там в основном была хохлома, палец джинь, и мой основной тезис для дизайнеров заключался в том, что вам нужно включать новые неизвестные росписи в это одеяло, для того, чтобы оно стало более целостным, более интересным и более ярким. И я очень рад тому, что этот тезис был услышан, я вам покажу, как сейчас выглядит сейчас Олимпийское одеяло, но дальше через наш ивент в Вологде мы попытались уже там объяснить вологодским дизайнерам, какие перед ними открываются возможности и как можно использовать этот шанс. Я дико рад, что вот эта вся наша работа начинает нам приводить на конкурс молодых художников из Белоруссии. Это сами ребята из Белоруссии узнали про наш конкурс, прислали нам уже свои собственные белорусские узоры, которые, прошу прощения, они покрыли имя iPad. То есть это динамичная часть белорусского молодежного дизайнерского кластера. И через вот эту историю, помимо призывов там с высоких трибун как-то там развивать патриотизм, делать братства наших народов, мы как бы начинаем действительно вести диалог с молодежью в творческой среде. А учитывая то, как товарищи любят рушники и другие росписи на Украине, мне даже сложно себе представить, что будет с Украиной, если мы сделаем, скажем им, рубрейдинг едет к вам. Это вот еще одна сумка, причем это они тоже придумали сами. То есть мы никому ничего не говорим. Мы говорим просто, берите росписи, делайте, что хотите. Если мы это будем коммерциализировать, вы получите ваши деньги, потому что у нас некоммерческий фестиваль, чтобы это все работало. Ну вот это, собственно говоря, Олимпиада. Я неделю назад в субботу был приглашен Олимпийским комитетом выступать вместе с министром культуры на форуме всех региональных министров культуры России, которые готовили к Олимпиаде. И после меня выступал главный архитектор госкорпорации Олимпстрой. Я, ребята, был просто потрясен тем, как вот эти все стадионы на 30-40 тысяч человек и так далее, гигантские многокилометровые бобслейные трассы, будут покрыты... Вот помните, вот сундук на самом первом слайде я вам показывал? Вот это вот ровно с него розетка. Это вот тот сундук, где до недавнего времени мои дети хранили свою железную дорогу. Вот кусочек вот этой нашей тармакской прялки, да? Вот тоже он же, да, с этой резьбой. Вот это еще одна фантастически красивая забытая ракульская роспись. И фактически та идея, которая была заложена в рубрендинг, она сегодня стала частью Олимпийского движения. И у меня еще... Есть сейчас три года до Олимпиады. Мне уже было озвучено то, что им нужно 40 тысяч таких одеял. Вот. И для подарков там, в ходе Олимпиады. И я просто хотела бы сказать, что если дизайнеры начнут пользоваться вот этими вирусными технологиями с нынешних социальных сетей, сетевого маркетинга, мы реально можем начать перекрашивать наши города. И здесь я быстро-быстро, поскольку время кончается, пробегу просто последние наши проекты. Вот. То есть мне кажется, нам нужно захватывать городскую среду. И здесь это уже происходит. В Череповце уже собираются красить дома. Мы ведем сейчас диалог с администрацией города Грозного, чтобы из их войнахских узоров, взятых с кинжалов и с ковров, перекрашивать им город Грозный. Мы разговариваем о брендинге города Олимпиад в Волгограде. И красить города – это то, что мне вообще больше всего хотелось бы делать. Мы хотим попытаться в Москве открыть такую станцию метрополитена. Мы надеемся активно работать с российским топливно-энергетическим комплексом, который является становлым хребетом нашей страны. Нас, конечно же, и меня, как член совет директоров авиакомпании «Сибирь», волнует авиация и космос. И в рамках этой работы, друзья, мы, честно вам скажу, собираемся отправляться на околоземную космическую орбиту. И, конечно, нам для этого нужны будут деньги. Я знаю, что на ТЭДе о них не говорят, но я просто вам покажу картинку, как вот видите, вашу же пермскую роспись. Мы попытались вот под ее контроль положить большие финансовые потоки. И последнюю картинку, которую я хочу вам показать, это картинка, которая два месяца. Когда я последний раз был в Перми, Андрей Хусид пригласил меня на встречу с генеральным директором завода «Протон», который выпускает двигатели для космических ракет. Мы около часа встречались с господином Арбузовым. И, в общем-то, сейчас я уже примерно понимаю, какие там существуют технические проблемы для нанесения росписи на ракету. И мы сделали вот этот снимок на выходе из этого завода, который говорит о том, что, друзья, дорога в космос начинается на Земле. Поэтому у нас может быть много идей, много мыслей, много фантазий. Самое главное, чтобы мы вот после таких встреч, как сегодня здесь, на этом форуме, ушли каждый домой и задумались о том, что каждый из нас начнет лично делать на своем рабочем месте, в своей семье, в своих обстоятельствах, для того, чтобы изменить нашу жизнь в рамках тех идей, которые достойны того, чтобы их распространять, достойны для того, чтобы их обсуждать. Моя идея и мой призыв к вам, особенно к молодым дизайнерам, берите забытые русские росписи, красть ими все, что движется, и пусть наша страна будет ярче, красивее и еще более приятным местом для жизни. Спасибо.